И вы на канале Маэстро Барбекю, а у меня в гостях опять Дима. Дима Лень Пельмень. Лень Пельмень. И уже чистит чеснок. Дима еще шеф-повар в ресторане... Берлога. Берлога. И там подают охрененную рульку. Я считаю, что этот рецепт должен быть у вас. Для этого нам понадобятся две рульки, специи, паприка, кориандр, острый перец, острый перец. Мы решили поменять его. Мы его поменяем на чепотли, отъем колбаски. Тот, усилитель вкуса для мяса, который я варил. А теперь, внимание, Кока-кола, темный эль, кетчуп, соевый соус. Будет гарнир и сквашеный капуст. Ну, традиционный. Так, ты мне скажи, лук режу? Лук режу, да. Нормально у вас конвейер сейчас будет. Да? Сейчас зарежем, расскажу. Ты что, уже уходишь? Все. Я пошел, все. Чем больше с детства была практика в столовой, тем быстрее ты режешь. Можно жарить? Тоже, нам нужно разжечь гриль. Можно то же самое сделать из туалетной бумаги. Вот сюда в центр маслечко. Мой любимый угольный гриль. Цена и качество идеальное соотношение. Крышку можно одним движением просто вот так сдвинуть. В комплекте два отсекателя. Решетка GBS. И всегда в комплекте идет вот такой вот поддон. Ну, и, конечно же, инструкция. И на новых моделях мастер-проча сделаны лепестки P-образные. Это помогает коптить и запекать, и ловить очень точную температуру. Вот тут внизу есть точки, которые вам подсказывают. Полностью закрыто. Томление и копчение. И полный жар. Кроме того, у этого гриля верхний воздухозаборник уже с такой изоляционной пластиковой штукой. Вы не обожжете руку, когда будете регулировать. Термометр, который показывает температуру в гриле. На ручке имеется два крючка. Очень удобно. И подставка подайгриль или коннект. Тоже очень удобная штука. Офигенная вещь. Кладу салфетку с маслом. Обкладываю. Блин, холодно, руки мерзнут. Завершаем ролик. Смотрите, уголь разгорелся и работает. Но чтобы он весь разгорелся, нужно чуть-чуть больше времени. Поэтому стартером пользуются очень удобно. Так, ну собственно уголь разгорелся. Ставлю решетку. Центральную часть гребеса вынимаю. Вот, да. Дихо ставь в чугунную печь. Она пока прогревается, мы принесем сюда все продукты. А жарить на каком масле будем? Ну растительным, но обычно давай. Ай, я же шкварчал. Хорошо. А чего я бы? Что ты довелся? А, мы делаем что-то похожее. Помнишь, ты делился рецептом мяса по-чешски? Ролик у меня, вот кто-то Дима посоветовал. Сейчас что-то похожее, да, фигачим? Ну, лук. Ну, я имею в виду, зажарим его хорошо. А не почистаем сразу? Давай посмотрим, на каком масле. Ужарится, выжарится, будет насыщенней. И потом уже смесь с кук-кодами, кетчуком будет такая концентрированная масса вкуснейшая. Если у вас что-то подгорело, не переживайте. Главное не сжечь. А если там пару лук сгорел, хрен с ним будет вкуснее. Так, что первое? Рекламу будем давать? Конечно, честно. Кукол, да. Слушай, Бербанк платит, Кукола платит, Хайнс платит. Бульончик? Куриный. Если будет говяжий, свиной, что угодно. Главное, чтобы был бульон. Куриный лучше всего. Так, твою вкусняшку. Вот видите, какой цвет сразу бульона. Называется реакция Майяра. Это тоже бульон, но очень концентрированный говяжий. Мы с Лехой варили его в афганском казане. Кстати, за 4 часа у меня получился офигенный демик. Сколько его в ресторане топят, да? Сутки? Да. Соевый соус. Берите лучший Кикаман. Он стоит полторы тысячи рублей. Не берите, как мы, за 150. Все вкусные жидкости в пропорции один к одному. То есть 0,5 кола, 0,5 пива, 0,5 бульон, 0,5 соевый соус. А вот у меня сейчас тут запах такую в баньку захотелось. Кетчупа тоже 0,5. Хайнс тоже нам нужен. Да? Все должны, но не отдаем. То есть было 350, еще 150 туда добавим. А сейчас мы будем все это томить. И Кока-Кола 0,5. Вот это смесь. Вообще-то рецепт из Гарри Поттера, да? Ну, Гарри Поттера я люблю, а в Вселенной Колец не очень. Мне кажется, там забавнее все-таки. Похмельный супчик. Похмельный супчик. Тысяч-тысяч, дурум готов. Осталось левой пяткой помешать. Так, спецы, как-то несу сразу. Круто. Причем я вот этот рецепт просил у него уже полтора года. Он говорил, не, ну ты приходи бесплатно, ешь у меня руль, но я тебе его не буду показывать. Полтора года я его уговорил снять этот ролик для нашего канала. Не, ну если кто-то хочет попробовать, можно в этот съездить. Да, можно в берлогу, если нужно. Да не, не нужно, мы ссылку на берлогу оставим внизу. Так, что, давай. Так, паприка сладкая? Сколько? Давай потом мы оставим ссылку, сейчас по ощущениям. Не, людям нужно говорить сколько. Наверное, граммов 30. 30 граммов. 30 граммов паприки. Кориандр. Ну тут, наверное, граммов 15. Не молотый. И чепотли. Чепотли от Паши. Ем колбаски. На него тоже ссылку оставим. На пельмени оставим ссылку, где? Оставим. Ну все осталось. Давай пока хватит, а потом попробуем. Как будет по остроте. Должны быть более острые. Ну чепот ли он такой, тогда еще сыпь. Я забываю все это слово. Деликатно, вот. Я сам-то не деликатно. От слова добываю. От слова добываю, да. Все хорошо. Ну, видишь, все по границам правильно сделали. Ну, отлично. Осталось положить сюда две руки. Сейчас должно прокипеть. Попробуем на вкус. Если соли мало, досаливаем. А мы соли уже вообще не добавляем. Ну, там кетчуп, соевый соус. Просто может кто-то посильнее любит. Все-таки это рулька, пиво. А мы греться пошли, пусть кипит. Все. Так, а теперь надо рульку опалить. Спасибо, опять же, вам за ваши комментарии, что вы об этом напоминаете. Я в голову отложил, и точно мы ее опалим. А как ты ее уже делал? Слушай, ко мне приезжал Тихон, и я с ним ее делал. Слушай, а что-то едет. Ух, ну, хорошо. Леш, иди три, блин. Дрова не рубишь, не трешь. Не поджигаешь, не мешаешь. И мы шприцаем ее около кости, чтобы около кости также было вкусное мясо, а не просто вареное, как это бывает часто. У всех. У всех, да. Надо, чтобы настыл, правильно? Шприцовать будем холодно. Дима забрал часть бульона. Соусы. Соусы. Это ваш профильтровал. И сейчас будем шприцевать вот таким вот маргуновским шприцом рульки. Но, ну, чтобы соус остыл. Надо воздух выпускать, нет? Не надо. Прям кости ближе. Ооо. Это лучшая прививка от ковида. Вкусно пожрать? Да. Ссылку потом на себя и нас кинем. На кого? На себя и нас. Но тот нам точно за рекламу не даст. Можно прям под разными углами. Главное, чтобы не сломать. Ооо. Хорошо вошло. Это вот это вот вообще классно. Давай, перерыв. У него почему-то игла гнется. Что самое странное. А я брал опять же шприц у Паши. У Лем колбаски? Да. Вот он, дайскворд, он висит. Хорош такой. Мощный. Не гнется, ничего. Сколько тут примерно миллилитров, наверное? Грамм 200. Ну, по 100 грамм. Блин, запах у бульона прям. Ты попробуй его сейчас иди. Вообще. Ложку не оторвешь. Так нахрен рульки? Давай про соус. Пойдем с хлебом. Вариант. Давай. Да, нам же их только положить, да? Да. Положить, накрыть и 2 часа пыхтить. Может даже 2,5. До мягкости. Запах стоит сногсшибательный, но мы помрачительный. Снимаю. Вот это сними. Вот это вот. Если вкусно, значит не вредно. Пробуй. На столь. Учтем то, что еще выпариться чуть-чуть. Да. на хрен рульку давай хлеба закидаем так все он не помещается еще помещается будем ее переворачивать вертеть это тоже значит не у него близко тоже будем вертеть все уже через минут 20 наверно переворачиваем чуть-чуть пусть под выкипеть и потом накроем крышкой 160 градусов прямой жар в голландской печи два часа через час перевернуть а нет каждые полчаса будем переворачивать она просто большая а чё тут смотри как офигенно дима просто переживает что что-то пошло не так мне кажется все так запах охрененный ну буду наверное каждые 20 минут переворачивать тут за кадром с димой разговаривали он спросил почему я не закрыл крышку не имею ввиду вот эту не закрыл я эту крышку не закрыл потому что я хотел чтобы вода чуть-чуть выкипела и все не разлилось сейчас придавит мясо так вы все уже это план потому что я без тебя за кадры попробовал там там по аромату поем что чего-то там протекает а и вернулся и открыл еще два раз перевернуть и все делаем коробиста рулечка а смотрите они уже начали подвариваться уже видно может косточки оголяются еще не хорошо видно но еще часочек она внутри с таким же соусом она будет прям все запах просто бомбически на самом деле просто бомбически и угли глянь там будут работать и работать ну мы на них еще глазернем на все на них дайте крышку можно открыть щипцами когда забыли перчатки да блинную . все еще 15 минут и будем дальше с николдова давай надо снять рульку добавить углей что был жар но на этот жар мы поставим еще соус пока соус будет выкипает вы выкипает а мы поставим капусту соус мы потом снимем жар на максимум разгоним еще поставим в руки обмажем их соусом все и в принципе все будет уже одновременно готова вынимаем рульку правильно это сейчас божешься спорим нет ну чё спорить то есть ты знаешь что не божешься давай его весь снимем я хочу в тепло унести чтобы лёшка ее подснял чтобы люди увидели какая она красивая мы с тобой чувствуем запахи и все видим вот все да сюда нужно больше жара ножа капусте не нужен сильный жар нет у нас какой-то колдуй баб колдуй деть сегодня получается накрывали вот этой крышки все и она прям будет офигенно ставь решетку без центральной части gps сейчас сюда поставлю ставлю в лог сейчас он прогреется и мы нам приготовим капусту начинаем готовить капусту капусту очень хорошо сочетается с рулькой капусту квашную не маринованную а именно квашную найдите в магазине сюда но 3 ложечки чуть слипнется на что не удаст сахар сахар в общем вкус светочного надо размешивать да и он сам размешается все на перец душистый именно перец души лучше все тмин ну что мы тмина и нашли вот мин идеальный вариант ты все уже хоть накрывая и ставим накрывать надо да как ставлю вог на прямой жар ведь тоже подходит для системы gps и накрываю в крышкой а потом крышку накрываю еще одна открываю нижнюю заслонку и будет готовиться 40 минут температуру в гриле примерно 160 170 градусов так ну что дима сказал пора снимать устанавливаем решетку не пристанет шкурка развалилась у нас вах да и вторую сюда а вот кстати у димы был вопрос а будет капать вниз как же все это убирать он что линивый да и не переживать что он будет быть а я вам сказал что дим гриле все что сгорает внизу мыть не надо и диме это идея понравился прям вот наверху то что телево не вот с этой стороны мы решили усилить вкус капусты кстати запах уже охрененно и вот пульончик мы добавим сюда как дима там ушел по пельменным делам поэтому все буду делать сам все сам все сам в этот соус мы будем макать мою руль давай рульку поставим ну сейчас я открою капусту бабах хочу польем чуть не нет давай чуть-чуть ну да чуть-чуть краюшку и зачем поставить ну чё вот так я прям звук боюсь издательный кстати очень редко бывает на съемках когда прям жалко давать даже легче попробовать а капуточка какая там чувствуется кола никола вам сейчас размешем а в возе пробовать нет уж кола не чувствуется пиво не чувствуется чувствуется соус яркий насыщенный слегка островатый даже чипот из любит поломать его вилкой прям чтобы по волокнам надо еще минут 30-40 его подержать то есть варить не два не два часа ровно говорите два с половиной три часа да а кто любит пожевать мясо кукова зубы есть нормально то вот это вот вариант дядей блин да очень вкусно да я первый раз пробую вкусную рульку я никогда не готовил рульку потому что я все что пробовал мне никогда не нравилось понятно что мы с димой дружим в предвзятое отношение это очень вкусно я бы никогда не сказал что кока-кола может так сыграть на месте но это однозначно нужно пробовать промокать нам нужно вот сюда шоу точно зайдет подписывайтесь пишите комментарии соус вкусный но блин что у нас чистый